всем привет мои хорошие спасибо что заглянули на мой канал у нас с вами сегодня очень вкусное блюдо называется бешбармах это казахское блюдо хотелось бы всему казахстану передать огромный привет это просто настолько добрые хорошие люди я всегда читаю комментарии смотрю на аватарки например флаг казахстана этот человек ни в коем случае никогда ничего плохого не напишет у меня просто не знаю никогда не была в казахстане мне всегда на ощущение про казахов что они такие неконфликтные даже когда в россии жили добрые нормальные люди кофе потрясающее блюдо просто пушкам некоторые писали мне в комментариях когда прошлый раз снимала мупанк что это не только казахское блюдо но еще и киргизская для меня как грузинские хинкали это блюдо грузии так и бешбармаха там казахское может я не права мне просто ассоциации такие подпишитесь пожалуйста сколько у меня зрителей из казахстана моих любимых как-нибудь иншалла дай бог побываю в казахстане в общем хотела бы начать с отчетом про мои прыщи не знаю как будет дальше ребят я сейчас пью очень сильно действующий препарат многие уже догадались какой я специально не говорю название просто потому что чтобы не мотивировать вас идти и покупать его хотя его в принципе без рецепта не продают но в любом случае возможно у вас стране продают так вот состояние моей кожи значительно улучшилась несмотря на то что этот препарат я принимаю всего неделю и просто в минимальных дозах просто минимум минимума надеюсь что поможет потому что вот меня не поймут люди у которых чистая здоровая кожа думают о господи сколько она про прыщи рассказывать сколько это можно там вы меня не поймете потому что вы счастливые люди вы не знаете каково это жить с прыщами и прыщи это не просто какая-то фигня это болезнь болезнь кожи а кожа это самый большой орган у нас почему другие болезни это болезнь а про прыщи это фигня я если честно начала снимать то есть с первого дня как я пью препарат я просто сняла видео в каком состоянии у меня кожа и на протяжении каждой недели я снимаю для вас отчет то есть в интернете я видела там дневники на протяжении это полугода я буду снимать этот дневник каждый ну каждую неделю понемногу как я себя чувствую что происходит с моим лицом и все дела а потом все соединю сделаю для вас видео где-то через полгода как вкусно ребят попробуйте обязательно приготовить пешмармах я не знаю если у нас на ай куке рецепты если есть то я вам обязательно оставлю в инфобоксе просто я не помню мы снимали не снимали вообще я начала замечать что люди все больше и больше обращают внимание на свою внешность у меня есть знакомая я никогда в жизни не могла подумать что она делает биореведитацию или как это правильно называется я не профи в общем уколы красоты я всегда думал что она прям так за естественность и все дела запомните девочки многие кто делает что-то с собой они просто об этом не рассказывают просто говорят нет губы просто в один день я проснулась они так увеличились меня лично это очень отталкивает когда людей держат за дураков например явно видно что кайли много чего изменила в себе кайли жанр но смотрела какое-то ее интервью и она там говорит что я вот сначала она даже и губы не признавала что она губы сделала ну блин это прям ежу понятно настолько прям явно ладно твои старые фотографии не были бы в сети и никто бы не знал как это выглядело раньше здоровье кожи мне кажется это прежде всего даже если тон тонального ты наносишь все равно это знаете как шоколад с орехами все это видно и выглядит ужасно поэтому ребят то есть у вас тоже есть кожаные проблемы у вас есть прыщи давайте объединяться идите лечитесь это человека делать не уверенным и странно что в подростковом периоде у меня как бы особо не было высыпаний сейчас начались кстати под прошлым видео в комментариях увидел там она девочка писала айка в последнее время на ютубе стало очень много рекламы почему у меня так я хотела бы объяснить вам от чего зависит количество рекламы в ноябре и декабре вообще бывает максимальное количество рекламы а самое большее количество это прям под новый год декабрь как раз сейчас так устроен не знаю youtube почему-то всегда в конце декабря большинство рекламодателей покупает рекламу а еще количество рекламы зависит от развитости страны в которой вы живете я помню одна девушка там написала ужас как много реклама и там в комментариях другая девушка пишет а я посмотрела весь ролик у меня ни одной рекламы не вышла если вы живете в европе где там какой-то богатой стране швейцарии ну со всей планеты люди смотрят а вот естественно там больше реклама потому что у вас богатая страна и больше компании у которых есть деньги они покупают рекламу с youtube компания google поэтому где-то больше где-то меньше это невозможно регулировать то есть это не в наших руках мы просто ставим на те желтые штучки а там уже выйдет не выйдет непонятно я например смотрю видео здесь в азербайджане у меня частенько бывает такое что вообще ни одной рекламы не а еще кстати забыл такой момент еще зависит от того с какого устройства вы смотрите с айфона выходит больше рекламы например чем самсунгов старых моделей особенно последние айфоны там прям хорошенько смачно выходит реклама но больше все таки зависит от того где вы живете мне лук убираю лук не люблю так что как то так знаете был даже такой случай я смотрел один и тот же ролик блогера я смотрю и засыпаю под ним всегда мне просто очень нравится голос человека я всегда просматриваю видео и ложусь спать в общем я смотрю видео здесь и как бы выходит 1 2 рекламы я поехала в россию я была в шоке ребята каждую наверное 4 минуты 3 минуты выходила реклама а иногда две подряд кофе такой вкусный обожаю кофе утром сегодня встала кстати рано наконец-то наконец-то утром встава первая у меня мысль где твикс где твикс у меня уже знаете после дня рождения вы видели да там в конце видео я даже плакала в общем после этого дня рождения у меня постоянно болезнь паязнь что твикс потеряется что то с ним произойдет выпрыгнет с балкона как только открываешь входную дверь в квартиру он убегает куда ты идешь как же вкусно я лук убираю в сторону но вы знаете именно аромат этого лука вкус сок это достаточно поэтому я прям стараюсь всегда около себя держать твикса не дай бог еще потеряется что то произойдет с моим солнышком что то это Какое же вкусное блюдо Вообще на днях еще хочу снять Украинский такой вкусный борщ Правда мама говорит Сейчас еще не особый сезон В январе бывает сезон Когда прям холода На этом все ребятки Пишите пожалуйста в комментариях Какое у вас национальное блюдо Я хочу приготовить И что-то из чеченской кухни Короче пишите Обязательно подписывайтесь на мой канал Всех люблю С вами была Эмили Пока